Не отступать и не сдаваться. Под крышей дворца спорта авиационного завода собрались свыше тысячи спортсменов со всей России. Боевые искусства Востока, русские народные забавы и даже паркур. А самых сильных в своей весовой категории Кирилл Козин. Фестиваль спортивных единоборств по праву считается крупнейшим в Поволжье. Он проводится уже 18-й раз. В этом году за призы боролась свыше тысячи юных спортсменов со всей России. Я приезжаю сюда уже пятый раз. Мне здесь нравится. Я занимаюсь тэквондо. Я раньше болела, а когда начала заниматься, я уже перестала болеть. На фестиваль боевых искусств Катя приезжает уже в пятый раз и из года в год показывает отличные результаты. Такая же история и у ее коллеги в другой весовой категории Сони. Я приезжаю на эти соревнования сюда второй раз. Этим спортом я занимаюсь, потому что мне интересно. Своей силой и ловкостью удивляют не только тэквондисты. Здесь и кикбоксинг, и джиу-джитсу, и даже метатели ножей. За колорит отвечают русские народные игры, шапошные бои и, конечно же, паркур. В организации турнира уже третий год участвует региональный штаб Общероссийского народного фронта. Каждый год это мероприятие становится шире, охватывает не только уже нашу область. Вот сегодня было сказано, люди приехали из Канты-Мансийска. Это большое дело. То есть 18-й фестиваль, он уже сам по себе становится фактически всероссийским. По итогам дня будет разыграно более 600 медалей. Успех на фестивале боевых искусств – хорошее подспорье для будущей спортивной карьеры. Ведь именно с побед на таких соревнованиях начинали многие чемпионы. Кирилл Козин, Александр Ерофеев. Новости губерний.